Привет! Сегодня я вам расскажу о том, как хорошо работать с маркет-платформой. Если вы не знаете, что такое маркет-платформа во Вконтакте, ребята, вы очень многое потеряли. Маркет-платформа позволяет размещать ваши записи рекламные в больших крутых сообществах. По факту это аналог блогеров. Единственное, чего как бы нету в маркет-платформе, это факты рекомендации, то есть то, что было у блогеров. Но это работает. Поверьте, я трачу сюда достаточно много денег и это приносит свои результаты. Сегодня я вам покажу пошагово, как лучше всего выбрать сообщество, как лучше сделать креатив, как его протестировать, а самое главное, как сэкономить на этом денег. Итак, погнали! Сейчас мы переносимся ко мне в компьютер. И для начала, ну вот она маркет-платформа, я вам уже как бы это не раз показывал. Я вам сейчас расскажу о том вообще, как мы будем искать сообщество, где сидит наша целевая аудитория. И для этого нам потребуется Target Hunter. Кстати, ссылочка на Target Hunter там будет в описании, там будет мой промокод на 2 дня бесплатного использования. Пользуйтесь, а мне там 30 копеек с вас упадет на самом деле. Примерно так они и платят. Итак, значит мы заходим сейчас в Target Hunter, но перед этим я хочу сделать немножечко минутку рекламы. Друзья, у меня есть бесплатный курс во ВКонтакте, который называется ВК в кальмарах. Сейчас идет уже шестой поток и работает это просто пушечно. Люди получают результат и мне самому просто кайфово от того, что растет моя аудитория во ВКонтакте. Ссылочка на этот курс будет в описании. Просто подписывайтесь, в следующий поток вы получите уведомление и сможете его пройти. Самая главная фишка там, что он бесплатный. И вторая фишка, то что там надо делать домашки. Не сдал домашку, вылетаешь и больше учиться не будешь, попробуешь себя в следующем потоке. Все, мы погружаемся в Target Hunter и что нам надо сделать? Нам вначале надо собрать, что называется, сообщества, в которых сидит наша целевая аудитория. Что мы делаем? Мы заходим сейчас, выбираем нашу группу, копируем на нее ссылочку и дальше нам понадобится анализ, целевые сообщества. Сюда я вставляю ссылку на мой шампур-казан, секунду. Копируем ссылочку, вставляем сюда. И сообществ в результате, давайте возьмем только тысячу. И жмем кнопочку запустить. И сейчас вот этот парсинг, он соберет всех моих подписчиков и проанализирует те группы, в которых они сидят. И наша задача выбрать те группы, в которых больше их концентрация. То есть это часто не обязательно могут быть группы подготовки. Это не обязательно будут мужские какие-то группы. И вот часто вот эта информация, она будет очень полезна. А потом вы узнаете, как мы на них будем рекламироваться. Еще раз, это не таргет, это маркет-платформа. Так, для вас прошло одно мгновение, а для меня прошло 20 минут. Я уже успел записать еще два ролика. Итак, мы собрали целевых сообществ тысячу человек. Давайте откроем, посмотрим, что там внутри. И мы увидим, что здесь вот есть такая штучка, как процент. Это проценты, сортировка по отношению целевой аудитории к количеству участников. И вот наша задача выбрать из них максимальное количество сообществ, в которых вот по процентам они есть. Давайте мы прямо сейчас их отфильтруем. И мы увидим, что здесь вот есть, смотрите, конкуренты, конкуренты и так далее, так далее, так далее. То есть всякие разные ребята, и вроде бы все окей, но как же нам найти теперь, да, эти группы в маркет-платформе? Смотрите, вначале я предлагаю открыть фильтр и сделать фильтр по тем людям, по процентам. То есть мы сделаем, чтобы там было от, вот пролистаем ниже, я думаю, где-то от 0,3. 0,0, давайте даже от 0. И нажмем кнопочку применить. Сейчас их станет меньше, почему-то их не стало. Ну да ладно, сохраняем их айдишки. И теперь нам потребуется следующая штука. Анализ, реклама в сообществах. Добавляем сюда вот эти спарсенные группы и запускаем. Сейчас парсинг пройдется по маркет-платформе и найдет нужные нам группы, в которых есть реклама. Ребята, не забывайте поставить галочку, убрать сообщества, которых нет на бирже. Я это сделал. Итак, реклама 681. И вот, пожалуйста, мы начинаем теперь смотреть, какие же здесь есть сообщества и как же нам их найти. На самом деле все очень просто. То есть мы видим, что рыбалка, рыбалка, ловим тут, есть наша аудитория. Как же дать там рекламу? Вот, во-первых, мы видим цену поста. И самое важное, CPM. Если вы знаете, что такое CPM, вы крутой, мы его им лайк. CPM это стоимость тысячи показов. То есть обычно в таргете этот CPM, он равен у нас чему? Ну в районе там 250-300 рублей сейчас, да? Ну иногда можно 150-200 крутиться. А здесь, смотрите, CPM 51 рубль есть, 54. И мы можем их, конечно, отфильтровать от более дешевых к более дорогим. Но я обычно начинаю все-таки брать ребят, у которых достаточно эффективная наша аудитория. То есть вот личный повар я, например, там постоянно размещаюсь. Что же нам делать, как найти именно личный повар в маркет-платформе? Большая часть людей как делает? Вот есть у нас, допустим, запись. Да, допустим, ну давайте вот, Леган в подарок. Жмем кнопочку разместить запись. И вот у нас есть бюджет, допустим, 2000 рублей. Нам обычно, как я выбирал там, кулинария. Кулинария. Нам нужен возраст, там, вот такой, допустим. Пол нам нужен мужской. И вот нам дает. Кушать подано мясо мужское, кухня мясо, т, т, т. И здесь как раз они и будут. Но постоянно их выбирать прям тяжело. И очень часто вы не сможете найти именно нужное вам сообщество. То есть если в казанной тематике это сделать достаточно легко, оно просто на самом деле работает. Вот все конкуренты, забирайте лайфхак. Просто кулинария, мужской пол, возраст 30+, размещаем, делаем хороший креатив и все будет работать замечательно. Но в каких-то нишах надо брать именно узкие сообщества. То есть в других моих проектах мы делаем именно так. Как же быть? Вам нужно установить расширение, которое называется от спойлер к себе в Google Chrome. И теперь вот давайте мы просто с вами выберем сообщество. Допустим, личный повар. Мы видим у них CPM всего 52 рубля за 1000 показов. То есть что мы делаем? Мы вот этот личный повар, открываем ссылку на них во ВКонтакте, копируем ссылочку, переносимся в Google Chrome, вставляем ссылку, жмем кнопку быстрый поиск. И сейчас от спойлер просто нам выдал это сообщество. Все, оно одно. То есть он сам подобрал нужное количество там участников, бюджетов, максимальную, минимальную цену записи, возраст и так далее. И вот выбрал именно это сообщество. Прямо сейчас я могу здесь разместиться. Но самое важное что? Самое важное это понять CPM. Я почему потянулся? Я постоянно его считаю на телефоне и выписываю к себе в отдельную табличку. Вот давайте прямо сейчас посчитаем. Я это сделаю на компьютере, чтобы вы видели. То есть у нас стоимость записи 171 рубль и делим на 3000 человек. 57 рублей за 1000 охвата. Правда неплохо? Согласны? Потому что давайте я прямо сейчас открою свой личный рекламный кабинет. Откроем какой-нибудь шампур-казан. И посмотрим какой у нас средний CPM на вот такую аудиторию. Средний CPM 123. Актив-конкуренты 439. Неплохая ставка. А тут 50. Да, он холоднее. Я не спорю. Но блин, 50 рублей. Если вы смотрели видео про лайфхаки креатива, вы понимаете как работать с холодной аудиторией. То есть с ними тоже надо работать. То есть здесь нет нигде абсолютно 50 рублей. Здесь ниже 100 нет. А где есть там 119, это объявление давно отключено. Потому что уже оно не работает. Оно не актуально. И что мы делаем? Мы просто соответственно выбрали в отспойлере. Нашли. И пожалуйста размещаем. Но мой вам совет. Опять же пробегитесь по всем сообществам. Иногда Target Hunter врет. Да, он врет нагло то, что стоимость такая. То есть я вот выбираю рыбалка. Я копирую. То есть во-первых проверьте, что здесь есть контент. То, что здесь не одна реклама. Что здесь есть действительно охваты. Что здесь все-таки про рыбалку. Есть лайки, комменты, репосты. Все хорошо, замечательное сообщество. Открываем отспойлер. Жмем кнопочку вот сюда. Жмем кнопочку вот сюда. Быстрый поиск. И он нам сейчас найдет именно это сообщество. Пожалуйста, рыбалка. 402 рубля. И вот давайте мы сразу с вами посчитаем. 402 делить на 6,3. Мы получаем 63 рубля за 1000 показов. Это ли не чудо? Правда? Почему бы не разместить? И вот таким образом я проверяю все нужные вам целевые сообщества. Вот стрелок. Кто бы мог подумать, что там сидит наша аудитория. Ну тут очень большой СПМ. Мы тут размещаться не будем. Ну вот мясо мужская кухня 67 рублей СПМ. Инструмент Алиэкспресс. Там сидит наша аудитория. То есть если к этому, конечно, не для видео быстрее подойти. И выбрать целевые сообщества, в которых вот больше по процентному соотношению людей. И размещаться там. То есть вот видите, как оказывается, в рыбалке очень много тех людей, кто сидит в моих группах. Поверьте, это работает. Я сейчас большую часть бюджета трачу на маркет-платформу. Потому что СПМ ниже. Стоимость целевого действия просто замечательная. То есть по рублю мы подписчиков можем получать. Но самое важное. Как работать с холодной аудиторией? Давайте я вам сейчас прямо покажу те креативы, с которыми работают у меня по Шампур Казан. Вот именно в маркет-платформе. И вы поймете примерно, как с ними надо работать. Итак, погнали. Значит, первая мысль, над чем стоит задуматься. Первая мысль заключается в том, что иногда стоит продавать в лоб. Ну на самом деле. То есть иногда стоит сделать такое хорошее ценностное предложение, от которого люди не смогут отказаться. То есть можно туда налепить там подарок вот у меня, да, леган в подарок, там шумовка в подарок. И сразу цены все указаны. И сразу закрытие на сообщение. Работает ли это? Да, это работает. Еще раз. Мы продаем на холодную аудиторию. И здесь самое важное, чтобы ваш менеджер по продажам, который сидел, он умел хорошо закрывать этих людей. Типа акция пройдет, давайте быстрее, что думаете, куда доставить. Ну в общем, все, про что мы говорили в подкасте с Виталием по поводу общения в переписке, продажах. Вот это все надо применять. То есть ваша задача закрывать людей здесь и сейчас. Работает ли это? Да, это работает. То есть стоимость целевого действия, целевое действие это покупка, она иногда получается дешевле, чем в таргете. Почему? Да просто за счет объемов. Понимаете? То есть это же объявление, его можно на самом деле пускать там сразу выкупить у огромного количества пабликов. То есть вы сразу поняли, что не только кулинария, рыбалка, охота, вот где сидит целевая аудитория. Взяли 30 тысяч рублей, выкупили и за два дня вы получите просто бешеный охват по всей России. Купит ли кто-то из них? Конечно купит, ребята, конечно купит. И всегда просто посчитали математику, сходится, льем деньги дальше. Поверьте, это работает. Ну и также, да, то есть вот первый креатив, просто цены, просто подарки, вызывающая картинка, оно работает. Второй момент, то же самое, от 1900 доставка 200 рублей, пиши, да, там при покупке дарим скидку, пиши. Работает? Работает, но уже похуже на самом деле, потому что, ну, фотки мне не очень нравятся. Ну и самое последнее, то я уже снимал про это видео, то есть вы видите на этот креатив потрачено 31 тысяча рублей, он работает. И что самое классное, кстати, то что если модерация уже была в маркет платформе с вот этими смайликами, ну и никто не отменял. То есть если в таргете все отменили у вас, получается, смайлы, запретили капсы, тут пока ВК еще не дошло. И я могу вот это размещать, то есть я прямо сейчас могу разместить вот эту рекламу. Книга рецептов для казана. То есть мы знаем, у нас аудитория холодная. Рыбаки, охотники, кулинары, в общем, кого там только нет, но они не хотят купить. Но готовить они, скорее всего, любят. И именно поэтому вы им просто вначале засадите какой-нибудь вот крючочек, наверное, грубо сказал. Ну да ладно, крючочек небольшой, в котором вы им скажете, слушайте, книга рецептов нужна? Он скажет, конечно, нужна. Подписывайся, он подписывается, получает видеорецепты, знакомится с моим лицом, знакомится со мной, смотрит, как классно там готовить. А уже потом он попадает в воронку, соответственно, прогрева, где мы ему рассказываем, что мы продаем, как мы продаем, кому мы продаем. Получает разные скидки, акции, в общем, мы его максимально догреваем, закрываем боли. И после этого он говорит, покупай прямо сейчас, вот сегодня у тебя такая скидка. И люди покупают. Конверсия замечательная. Этот, кстати, креатив был в другом моем видео, которое называется лайфхаки креатива. Я его снял, пока 20 минут у нас парсился вот эта штука. Все, друзья, я надеюсь, это видео было для вас мега полезным. Мой вам совет, пользуйте маркет-платформу. Она работает просто офигенно. Есть еще много разных фишек и плюшек, о которых я буду рассказывать в Сочи на своем интенсиве, который пройдет оффлайн. Поэтому, если вы хотите попасть в Сочи на этот интенсив, ссылка будет в описании. Просто мега классное, приятное мероприятие, которое провожу я, выступаю я. Слушаем контент, сразу на компьютерах внедряем, работать будет на 200%. Всем пока.